Нам одели сразу гирлянду, которая была предложена Шила Прабхупаде. Но в соответствии ведической культуры или тонкости этикета всегда с правой стороны находится старший. Поэтому от старшего гирлянда перешла ко мне. Мне было любопытно узнать, кто же из этих шесть гасвами вариндавана, вы знаете, есть фотографии. Это было давно, потому что очень сложно. Там не написано внизу, кто Рупагасвами, кто Санат Магасвами. Я тогда начал спрашивать у старших вайшнавов, опытных вайшнавов, и они сказали. Ведическая культура такова, что обязательно младший стоит с левой стороны от старшего. А также мы знаем Рада Кришна или Панчататва, можете посмотреть, Шичитани Магапрабху слева от Нейтенанда Прабху. А Нейтенанда Прабху находится справа от Шичитани Магапрабху, также Адвайда Ачаря. Поэтому тут спорить с правой стороны от меня, мадам Магапрабху. Ну, мне куда приказал Карабхаджан Прабху садиться туда и сел. Так, справа так справа. Видите, приказывает я, кто старший. Я напоминаю Карабхаджан Прабху то, что слышал от него. Правильно я вас запомнил? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 чем хотелось бы, но в прошлом вместе путешествовали, и так вот, как сейчас, вместе сидели с преданными, обсуждали духовные темы. По большому счету именно так духовные темы должны обсуждаться. Как говорит здесь комментарий Шрила Привупада, Бхагавадгита предназначена для обсуждения в кругу преданных. И когда преданные, объединенные общим видением, общим желанием, то, что называется Аша, Аша-банда, общей надеждой соединяются, встречаются вместе и объединенные общей надеждой обсуждают Бхагавадгиту, то Кришна сам говорит об этом в Падмапуране, по-моему, он говорит на Радимуне, что вот в таком месте там я и появляюсь. Где нравится находиться Богу? Где Бога можно встретить? Это богоискательство является такой красной нитью или очень важной чертой всех духовных культур. Есть много историй, преданий о людях, которые с ранних лет начинали искать Бога и проходили через множество испытаний, совершали аскезы, подвергали себя добровольным лишениям, встречались с трудностями, опасностями и в конце концов обретали Бога. Но в этом стихе из Падмапураны Господь Кришна сам говорит, где Его можно найти. Искать Его можно где угодно, поскольку Он везде сущ, то есть, в принципе, шанс найти Его везде, в любых обстоятельствах жизни. И мы видим, как многие люди приходят к духовной жизни, как сам Кришна говорит об этом в Бхагавадгите, через разные двери, через разные пути. Он перечисляет четыре пути или четыре двери, через которые можно к Нему прийти. Это люди, которые испытывают финансовые трудности. Таких, наверное, в наше время уже нет. Это в древности были люди, финансовыми трудностями остались. Люди, которые испытывают финансовые затруднения, люди, которые сталкиваются с тяжелыми жизненными обстоятельствами. Это философы, глубокомысленные люди, пытающиеся понять суть всех вещей. И Джигиасуру любопытные, любознательные люди, которые говорят друг другу, давайте-ка сходим туда к этим кому-то, кришнаитам, христианам, мусульманам, посмотрим, что они говорят. Может быть, среди вас кто-то есть такой или такая, кто пришли сюда сегодня из любопытства. Мы будем просить вас поднимать руки, пусть это останется вашей личной, частной, тайной инициативой. И поэтому Кришна говорит, что ко мне приходят люди этими разными путями, по разным мотивам и с разными целями. Но когда они обретают, в конце концов, Бога, встречу со мной, то опыт у них у всех один, каким бы путями и какими бы способами они не приходили ко мне, какие бы жизненные обстоятельства не подталкивали их к богоискательству, в конце концов, они получают один и тот же опыт. Какой это опыт? Этот опыт говорит, а также описывает Господь Кришна в Бхагавадгите, и наверняка такое же описание можно найти в любых других священных традициях мира. Он говорит, человек, который приходит ко мне, понимает, что нет высшего обретения. Ничто в его или ее жизни до сих пор не могло сравниться по ценности, по глубине и по, как сказать правильно, по тому, что наполняет, по наполненности, по полноте, чем опыт встречи с Богом. Этот опыт также в Шимадбхагаватам сравнивается с опытом странника, который после долгих путешествий по разным странам мира в конце концов возвращается домой. Иногда мы находимся дома слишком долго, вот два с лишним года пандемии и карантина. Нас, наверное, немного разочаровали в понятии любимой отчи или какой-то там дом, домашний очаг. Люди начинают через какое-то время испытывать беспокойство от того, что им приходится сидеть на одном месте. Но человек, который долгое время путешествует, он может быть полным впечатлений, и его телефон, и фотокамера полны фотографий, видеозаписей, но потом, в конце концов, он рано или поздно должен вернуться туда, где он сможет поделиться всем тем, что он накопил за эти странства и путешествия, найти прибежище, найти, встретить любимых людей и жить потом с ними долго и счастливо. Точно так же Господь Кришна, вернее, Шима Бхагава, там говорит о том, что человек, который приходит ко мне, испытывает примерно такой же опыт. Опыт возвращения в свою естественную среду обитания, к естественному образу жизни, к естественным отношениям, к дорогим людям, которые наполняют нашу жизнь смыслом. И поэтому люди могут искать его разными путями и в разных местах. Как правило, мотив человека, который движет им в богоискательстве, определяет также методы, которые он использует. Люди, которые сталкиваются с трудностями, идут в храм, обращаются к священникам или священнослужителям, прося их о какой-то молитве, чтобы избавиться от трудностей. Иногда эти трудности проходят очень быстро. Слишком быстро, я бы даже сказал. Почему? Потому что Бог с некой досадой замечает, что как только трудности проходят, проходит и желание богоискательства у человека. Прошли трудности, прошел интерес к нему, все, проблему решили, теперь можно жить своей нормальной жизнью. Поэтому иногда, когда единственным мотивом человека к исканию Бога, поиском Бога, является желание избавиться от трудностей, Господь делает чуть-чуть, поступая чуть-чуть лукаво. Он избавляет человека от трудностей, но не до конца, чтобы немного трудностей осталось, немного страданий, как мотив, как стимул продолжать отношения. Потому что он понимает, стоит мне избавить человека от всех трудностей, что ему несложно, у него пробудет интерес ко мне, и это будет самой большой трудностью в его жизни. Поэтому человек, который хочет по-настоящему избавиться от трудностей в жизни, должен, обращаясь к Богу, должен избавиться от желания, от них избавиться. И обращаться к Богу не по этому мотиву, а для того, чтобы узнать, а что интересно и что нужно ему самому. Но это отдельная большая тема, к которой мы чуть позже перейдем. Так вот, возвращаясь к этому стиху из Падмапурана, Господь Кришна говорит великому мудрецу Наради о том, где его можно найти. Он говорит, люди иногда пытаются найти меня в сердце. Кто-то говорит, что я живу в своем духовном мире, в духовном царстве. Есть множество описаний этого духовного царства Бога в разных священных писаниях. Это представляется чем-то грандиозным, неприступным и доступным избранным. Сколько там избранных в Новом Завете было написано? 144 тысячи, да? То есть это примерно число людей, живущих в радиусе, я думаю, где-то километров полутора-двух от этого места. Немного. Господь Кришна Бхагавадгита описывает свой духовный мир, свое царство тоже таким иносказательным образом. Он говорит, Вот живое в своей высшей обители какой? Он написывает ее по качествам. Это место, где где нет солнца, солнце там не светит, на шашанко, на павакаха, там нет луны также, и нет электричества. Я помню, мы здесь две недели назад находились и отключили электричество на полдня, как раз вечером. И не было ни солнца, ни луны, ни электричества. Предны стали очень спешно что-то организовывать для Ниранжины Махараджи, потому что не было даже свеч. Казалось, ни свеч, ни фонарей, ничего. И потом Кришна говорит уже самое вдохновляющее качество своей вечной обители, вот там нет солнца, нет луны, электричества там нет, там кромешная тьма сразу в воображении нам рисует. И тот, кто туда попадает, никогда больше не возвращается обратно. Его вообще не видят потом. Как это называется? Пропал без вести, да? Какое-то время официально ищут, год или два, а потом говорят, ну все, пропал без вести, и заносит его список уже людей безвозвратных. Интересно вам было бы посетить такое место, если бы я пригласил вас в место, где нет ни солнца, ни луны, ни электричества, и никто оттуда никогда не возвращался. Поэтому Кришна, Он так и насказательно описывает свой духовный мир. Пожалуйста, добро пожаловать в Мой Вечный Обитель. Из фильмов ужасов, да? Что это такое? Но нет. Он потом описывает в других местах, и Он говорит о самом себе, и в Шима Бхагава, там вот обитель Господа Кришны, описывается как самосветящийся. Почему там нет солнца, луны, электричества? Потому что они там не нужны. Там источник света везде. Начиная с Кришны и всех его самосветящихся преданных. Там светится земля, светятся деревья, светится воздух, там светится Кришна, поэтому у него возникает трудность с этим освещением, которое невозможно выключить, когда ему нужно спрятаться в темноте от кого-то, или иногда оно помогает ему, когда в темном чулане и нужно найти масло, которое спрятала мать Ишода, то у Кришны нет проблем с освещением. И солнце, луна также стыдливо не показываются там, потому что не могут конкурировать с теми источниками света в качестве Кришны и его чистых преданных. Веденто Сутри в знаменитом ведическом произведении Баладе Ведебушина описывает освобожденных великих святых, которые возвращаются из этого мира обратно в Царство Бога. И он сравнивает их со свечами или со светильниками, которые сами тоже распространяют свечение вокруг себя. Если вы видели изображение святых в любых традициях, которых принято изображать, конечно, святых христианских или буддистских традициях, у каждого святого над головой вот такой ареал, ареол сияния вокруг него, нимб. И в Индон-Сутри говорится, что это свечение присуще всем, и оно очень важно для нас. Почему? Потому что Баладе Ведебушина говорит, благодаря этому свечению великие святые могут знать, о чем живут люди здесь, вот те, такие, как мы с вами, которые еще не светятся. Как они могут осветить их жизнь и войти в их жизнь, откликаясь на их молитвы и на их просьбы и трудности. Но Господь Кришна говорит удивительную вещь. Он говорит, меня не найти в сердцах медитирующих йогов, я не нахожусь там. Меня не найти в духовном мире даже. Только что мы сказали, что он там присутствует вечно, источник света. Но, оказывается, искать его там не такая перспективная затея. Не в сердцах йогов, не на Вайкунхе, где он пребывает вечно. Там его не найти. Вернее, там он не готов к тому, что мы его там искали. Не там его нужно искать. Как человек может быть у себя дома в домашней обстановке, какой-то влиятельный, известный и важный человек, но мы не можем просто прийти к нему домой. Пусть мы знаем, что он там, но нас туда не пустят. Там искать его нельзя, потому что там он не для того, чтобы его там искали. Есть место, где он готов к тому, чтобы мы встретились с ним. готов к встрече, готов выслушать наши желания, наши просьбы. Есть приемные часы, есть приемные места и есть готовность с его стороны нас встретить. И Господь Кришна говорит об этом в следующем, последнем элементе этого стиха. Нара Димонин говорит, Я там, дорогой народа, где, внимание, мои преданные собираются и говорят обо мне. Вот там мое приемное место, приемный кабинет, и там мои приемные часы. И самое интересное, там преданные окружающие меня, их можно сравнить с секретарями, которые имеют очень большую власть над человеком, кому они представлены. То, что они скажут, то, чье имя они положат на его стол и кого не впишут в график приема, окажется на приеме этого влиятельного человека и тот его выслушает. И точно так же преданные, сам по себе секретарь не обладает никакой административной государственной властью. Он просто чиновник, который представлен к какому-то важному человеку. Вот его или ее роль. Но огромная сила, огромная власть. Какая это власть, в чем она? Этот человек может сделать вас интересным для того, кто никогда бы не снизошел до общения с вами. И точно так же преданный обладает такой силой. Сами по себе они ну может быть кто-то может со стороны посмотреть. Как читание Чандра Чаранпрабу один раз рассказывал. По-моему, это он был. На ретрите Госфайма. Либо он, либо Госфайма хороший. Один из них. Но они обсуждали эту тему на ретрите в Белоруссии. Когда один такой вот сторонний наблюдатель, наблюдавшись за преданными какое-то долгое время в соцсетях или может быть даже на публичных программах и в личном общении сказал, вы знаете, я вот вынес два эпитета из моего наблюдения за вами. Какие вы, Кришнаиты? Вам интересно наблюдение? Интересно? Он говорит, вы смешные и жалкие. Это было его наблюдение. Описывали. Читание Чандры Чарампра Бога Сваима Харашид обсуждали. Такие вот вы какие-то не приспособлены к жизни. Что-то у вас такое все ненастоящее, как будто в игрушки вы играете. Каким-то изображением поклоняетесь, какие-то древние книги читаете, одеваетесь тоже, но про это отдельная тема, можно даже не обсуждать. Помню, как читание Чандры Чарампра на одной домашней программе у преданных прочитал замечательную лекцию. И один молодой человек, который первый раз попал на эту лекцию, сидел и видно было, что в нем сталкиваются два желания. Причем одно постепенно побеждало второе и победило в конце концов. Он так все сидел вначале серьезно, потом его рот распрямился вначале с такого положения прямое, потом стали уголки губ задираться, потом он уже распылся в улыбке, глаза засияли, но другое его желание, мотив, не ушло. Но доверие к рассказчику проявилось, поэтому он решил его задать. Было видно, что для него этот вопрос дался большим трудом. Он сказал ему, мне все понравилось, потрясающая философия, очень логично, очень убедительно, практично. Но скажите мне, пожалуйста, почему вот эти одежды у вас, читание Чандры был в двоте, это вообще обязательно как-то? Для него было, видимо, главным препятствием для его богоискательства одежды. Нечитание Чандры сказал ему, нет, это вообще, это не то, что необязательно, это очень странная одежда, она очень непрактична, в ней, не то, что там, даже ходить в ней сложно бывает, она не то, что бегать, никакой к работе она не предназначена, попробуйте огород скопать в этой одежде или там еще что-нибудь сделать, за корову угнаться. Выглядит немножко смешно, особенно на ветру, как балерины ходят иногда на ветру, на хоринамах. Это длинное полотнище стирать сложно, сушить негде, вообще очень непрактичная вещь. И молодой человек, видно было, что у него как бальзам на душу, его ответ, читание Чандры вчера направо, но все-таки последнее, сомнение оставалось у него. Он говорит, а вы зачем тогда носите? Это мне нравится. Нравится. Что ты поделаешь? Смешные и жалкие, да? Сформулировали. Ясно, жалко таких несчастных, неприспособленных к жизни людей. Другой раз Шиллопрупадов выступал на радио-шоу в Америке. И он рассказывал, как он живет. Он был очень честным, обезоруживающе честным Шиллопрупадов, всегда был, не кривил душой и не пытался какие-то факты, приятные или неприятные, замаскировывать от людей. И он рассказывал на этом радио-шоу, потому что каждый раз, когда мы с кем-то встречаемся, вопрос, стандартный набор вопросов обычно есть. где вы живете, чем вы зарабатываете, можно ли вам жениться, не знаю, задают ли вопрос в Айшнаве, можно ли вам замуж выходить, но в этой части в таких одеждах обычно задают такой вопрос. И вот ему задавал вопрос, такого рода вопросы, такие содержательные, глубокие вопросы задавал радиоведущий. И Прабхат отвечал, я монах, у меня была семья, я принял саньясу, они остались в Индии, я приехал в Америку, проповедую сознание Бога, я саньяси, я живу на подаянии. И потом была сессия вопросов и ответов, люди звонили по телефону, задавали вопросы. Одна женщина позвонила и стала таким вызовом говорить, то есть вы живете на подаянии. Прабхат говорит, да. Так значит, вы попрошайка, нахлебник, она сказала, нахлебник, вы нахлебник, фрилоудер, она сказала, фрилоудер, значит, нахлебник. Вы нахлебник? Прабхат сказал, да, так и есть. Я живу то, что мне пошлет Кришна. Но оказывается удивительным образом, что вот эти люди, которые, может быть, не приспособлены к жизни, оказываются самыми приспособленными. Почему-то они оказываются самыми удачливыми, они оказываются самыми защищенными. Они оказываются самыми удачливыми и они оказываются удивительно самыми влиятельными. Они ничего не делают для того, чтобы повлиять на других людей. Единственное, что им нужно делать для того, чтобы распространить свое влияние и сделать других таким же, как, я не буду лишний раз повторять, чтобы это не въелось в ваше сознание, эти два эпитета. Просто быть в жизни других людей. Просто находиться рядом с ними и быть примером альтернативы всему остальному в жизни. Альтернатива какой? Тому, что все может быть очень хорошо без каких-либо предпосылок для этого. Вот так. А другая сторона какая? Все может быть очень плохо, когда есть все предпосылки для того, чтобы было хорошо. И этому примеров гораздо больше, чем примеров обратного, примеров преданных. Гораздо больше. есть несметные богатства в этом мире, есть огромное количество влиятельных, умных, порядочных людей, есть огромное количество технологических достижений, армии, образовательные институты, медицина, наука, космическая, ядерная энергетика, все что угодно. Майя, одно из значений слова майя, вернее, не майя, прокрытие, одно из синонимов слова майя, прокрытие означает то, что разворачивает потрясающую картину, калейдоскоп, бесконечное разнообразие материальных форм, материальных явлений, материальных событий, ценностей, знания. Нет конца и края удивительным законом или принципом этого материального бытия. За что не возьмись, любую песчинку, любой организм, любое явление природы можно изучать бесконечно. В любом событии, в любом явлении можно найти тысячи удивительных открытий. И нет конца и края этому. И майя создает бесконечное разнообразие наслаждений, бесконечное разнообразие перспектив, возможностей, красот этого мира. Она может дать все, что угодно. Что угодно, что вам хочется, можете получить от нее. Все, что угодно, кроме одного. Кроме чего? Внизу, как обычно бывает в коммерческих предложениях, звездочкой и внизу мелким шрифтом условия прилагаются. какое условие? Все, что угодно, кроме счастья. Вот так. И поэтому есть очень много богатых, образованных, разумных, успешных, порядочных, благочестивых, даже до какой-то степени религиозных людей, очень глубоко несчастных. Причем интересно, чем порядочнее, чем благочестивее, чем разумнее человек, чем глубже его несбывное несчастье, потому что он понимает, что его здесь нет и не предвидится. И поэтому, с одной стороны, люди, которые служат Кришне, служат Богу во всех его разнообразных формах и проявлениях, могут быть счастливы где угодно, они защищены. Они-то счастье с собой носят, как какой-то вот такой акваланг или скафандр, в котором они находятся, не подвержены влиянию внешнего мира. А с другой стороны, есть мир, который сравнивается в Бхагавадгите, в Шимадбхагаватам, с бездонным океаном, океаном страдания, и мы оказываемся один на один с этим недолимым океаном материального существования. И поэтому Господь Кришна говорит, если вы хотите найти меня, то найти меня можно там, где собираются мои преданные, которые посвятили мне свою жизнь, которые говорят обо мне, которые слушают обо мне, и которые держат меня в центре своего сердца, в своей жизни. Они по-настоящему знают меня, причем их знания обо мне не сводятся к их интеллектуальной или какой-то культурной образованности, к их успеху в материальной жизни. Они могут даже безграмотными быть, как иногда бывает. Есть в нашей традиции примеры великих святых безграмотных с материальной точки зрения, но абсолютно совершенных с духовной. И Кришна говорит, идите к ним, если вы хотите найти меня, то я там. Почему я там? Потому что мне интересно, что они обо мне говорят. еще один парадокс. Как Кришне вообще может быть что-то интересное? Если ему он знает все, причем, как описывает Джива Гасвами, знания Кришны, все знания Бога, оно само по себе бездонное. Есть два слова, которые описывают все знания Кришны. Сарвагья и Сарвавит. Сарвагья означает всезнающий, а Сарвавит что значит? Всезнающий. И оба этих слова применимы к нему, это не тавтология, потому что объясняет Ачарий, что то, что он Сарвавит, он знает все, а Сарвагья означает, он знает все обо всем. У него все знания в квадрате. Но одной вещи он не знает. Он не знает, каким он предстает глазам своих чистых преданных, своих великих святых слуг, которые своей любовью умудряются так его украсить, так его прославить, так его усилить его красоту и настроить глаза тех, кто этого не видит, нас с вами, что даже в глазах тех людей, которые отвернулись от него и которые захотели забыть о нем. То есть все те, кто живут в этом материальном мире, согласно шастре, ушли от Кришны, повернувшись к нему спиной, пришли в этот мир заниматься разглядыванием бесконечного разнообразия материальной природы. Но Кришна со своей стороны, зная, что они будут здесь страдать без него, так же, как рыба страдает без воды и ничто не может ее сделать счастливой, зная об этом и чувствует любовь к нему и сострадание, при этом как-то бездушно, жестоко терпит такое положение дела, не вмешивается в жизнь. Почему? А что, ему дела нет до нас? Есть. Он хочет, чтобы мы вернулись к нему. Почему же он не вмешивается? Из любви, из уважения к нам, из уважения нашего выбора, из желания не заставить, не принудить, не силой притянуть нас обратно в духовный мир, а дождаться того момента, когда мы сами захотим к нему вернуться. Это гораздо важнее для него, чем то, что мы по приказу или по принуждению ушли оттуда, отсюда обратно в духовный мир. Поэтому он готов ждать сколько угодно вечность, пока мы не образуемся, а тем временем создавать для нас здесь в материальном мире разнообразные условия для этого, для всего того, что мы сами для себя определяем как счастье. Вот все, что связано в нашей жизни с таким материальным обычным счастьем, все это создано Кришной и условия для этого созданы им. Возьмите любой вид деятельности, что угодно. Мы смотрим на прекрасные формы, глаза, как они устроены, сетчатка, три вида колбочек или палочек, вернее, это хрусталик, который улавливает свет, свет вокруг нас тоже создан им, который отражается поверхности предметов, попадает на сетчатку, потом какие-то нервные импульсы сдаются, попадает в зрительство, в зрительную кору головного мозга формируется образ, и мы видим, о, рассвет или закат, или дорогой человек. Слух тоже очень сложная функция. Пересчеварение, наверное, уж это точно могут все понять в любых формах жизни. Переваривание пищи тоже Кришна говорит, я огонь, переваривающий пищу в животе всех людей, всех живых существ. Я, как он говорит, свет луны, источник сока во всех растениях, во всех овощах. Я пищеварение, огонь пищеварения. Я способность в человеке, говорит он потом. В Бхагавадгите, в русском переводе не совсем корректно сказано «талант в человеке». Не талант, там не о таланте речь идет, о способности любого рода есть, пить, дышать, переваривать пищу, смотреть, говорить, думать, переживать, просто быть. Даже это быть, это не наши способности. Он дает это все живым существам, а сам ждет, когда они когда-нибудь со временем, через много-много жизни, и сам он такой некоторой грустью говорит в Бхагавадгите «Бахунам Джанмана Монте». Вот в Бхагавадгите как бы в тексте не запечатлены эмоции, мы просто текст читаем. Но если понять, как в контексте отношения Кришны с нами, как Кришна к этому относится, он с грустью говорит Бахунам Джанмана Монте «Через много-много рождений и смертей приходит человек ко мне, познав, что в Осудева и все». И он говорит с еще большим сожалением «Очень редко встречается такая великая душа». И теперь мы прочитали этот с вами текст сегодня. Карабаджин прочитал те два текста. Теперь в контексте того, что я сказал, становится понятно, почему Господь Кришна говорит. О ком он говорит? Кто может вспомнить сегодняшний текст? О ком говорилось? К памяти тоже способность, которую Кришна дает. Кстати, что он говорит? Громче, пожалуйста. Он говорит о ком? О том, о том, кто ему самый дорогой. И кто же это? Кто это? Мужчина это или женщина? Индиец или старый или молодой? Я уже преданный. Какой преданный? Нет, не любой преданный. Он сказал об этом в предыдущем стихе. Мы немножко так вот лукаво с Карабаджиной Прабу не прочитали предыдущий текст, потому что в предыдущем тексте Кришна говорит, только что он сказал нам, тот, кто открывает эту высшую тайну Бхагавадгиту моим преданным, для меня величайшее преданное, он самый дорогой для меня. Нет никого дороже в следующем стихе, он говорит. Думаю, вау. Так сейчас пойдем рассказывать всем. Открывать это, кто хочет стать самым дорогим? Все хотят, пойдем открывать. Но в предыдущем тексте Кришна запрещает. Он говорит, никогда не открывай этого сокровенного знания тому, кто, давайте посчитаем, не воздержан, не предан мне, кто не хочет мне служить и кто мне завидует. А кто остается? Кто не воздержан? Так половина встали и ушли. Включая половину тех, кто на моей сосне сидит. Останется Карабажин Прабул. Кто не предан мне? Кто не хочет мне служить? Почему Шилл Прабада объясняет в комментарии, там эти четыре качества, они по стадийно идут. Вначале Кришна говорит, как это называется защита от несанкционированного доступа. Есть в английском такое выражение, немножко грубоватое, но точное, защита от дураков, фулл пруф. Есть механизмы, а вы, наверное, знаете, есть такие бутылки с опасными химикатами или с какими-то опасными лекарствами. На них специально есть крышки. Нужно эту крышку нажать с двух сторон, сильно повернуть, либо нажать ее внутрь как-то, и она щелкнет, и тогда можно открывать от детей, которые иначе могут залезть в эту бутылку и что-то там съесть или выпить, что будет очень опасно для их здоровья. И вот этот стих 67, это вот такая крышка. На сосуде с нектаром Бхагавадгита Кришна говорит, не давай кому, кто не воздержан, это означает, что он не контролирует свои чувства, он или она. И Прупада объясняет, хорошо, допустим, человек научился воздержанию своих чувств, и Кришна дает второе условие. Хорошо, ты научился воздержанию, но если ты не предан мне, не поклоняешься мне, тебе тоже нельзя сообщать эту науку. Дальше он говорит, хорошо, человек может даже преданной Кришне научиться, но он мало просто приходить и выражать свою, как Прупада говорит здесь в комментарии, такую лицемерную преданность, выдающую себя за преданного. Есть много, в Индии особенно, большое количество людей, которые приходят в храмы Кришны. Я один раз стоял в храме Кришны в Дели на Джанмаштами, хотя нет, это был не Джанмашт, просто был обычный день, я стоял перед божествами, стоял, о чем-то пытался молиться, и вдруг отлетел в сторону. Я думаю, что случилось, кто меня... Я пойнулся, и такая вот крепенькая, полная женщина-индианка, она подошла, они же... Извиняюсь, я не хочу каких-то стереотипов здесь создавать, потому что такие люди есть везде, ни в коем случае, но иногда есть такая привычка расталкивать локтями, чтобы попасть куда-то к цели. Вот она растолкнула локтями толпу, которая стояла за мной, и я оказался тоже на ее пути. Я отлетел, и она встала перед... на мое место, которое только что я... на котором я стоял. Вот мне бы такое желание. Господь Читания, когда он приходил в храм Джаганадхи, он стоял всегда возле... возле... Гаруда Стамби, это колонна, которая довольно далеко находится от Джаганадхи. По словам тех, кто был там, я никогда там не был, внутри храма, нас туда пока еще не пускают. Хотя есть поряданные, которые так сильно загорели, и специально для этого загорали, что сошли за местных, и их пропустили. Внутрь они говорят, да, довольно далеко Гаруда Стамба находится от божества. И Господь Читания стоял возле Гаруда Стамби, не подходя ближе к божеству, к Джаганадхи, медитировал на него, молился ему, и вдруг какая-то местная женщина в порыве, желание увидеть, кто там на алтаре, залезла на эту колонну и стопу свою поставила, опершись на плечо Господа Читания. Говинда, слуга Господа Читания, в ужасе, увидев эту картину, стал. Господь Читания никогда в жизни, будучи саняси монахом, никогда не прикасался к женщине. А тут... ему чуть ли не на голову, на плечо наступила женщина, чтобы забраться, увидеть Господа Ливанадху. И он стал стаскивать ее, Говинда, слуга Господа Читания, что ты делаешь? И Господь Читания сурово остановил его, сказал, что ты перестань, оставь ее в покое, если бы у меня было такое желание увидеть Кришну, как у нее, то это было бы совершенством жизни. Такие люди есть. Но дальше Господь Кришна говорит, даже если мы каким-то образом попали в число таких людей, которые так уж и быть в Кришну верят и считают себя преданными, он говорит, мало этого, нужно еще служить мне. На бхакта я, на кадачина, на чашу шрушаве вачьям. Шушрушаве означает буквально тот, кто слушает меня, тот, кто слушает оба мне, ищема бхагаватам, и тот, кто слушается моих преданных, можно так перевести. И последнее, Кришна говорит, и тот, кто мне не завидует. Вот это является квалификацией для того, чтобы не то, чтобы бхагаватгиту понять, а нам рассказывать ее можно только, если мы четырем этим критериям соответствуем. Кто же остается? Кришна уже так много условий поставил, и много-много рождений, смертей нужно прожить, чтобы познать его хотя бы немного. Здесь он говорит, что нужно избавиться от этих четырех очень трудно исправляемых качеств. Много других таких условий есть в бхагаватгите. Кто же остается? У нас, дорогие преданные, не остается никакой надежды вообще. И нет ее надежды. Но потом Господь Кришна говорит в 68-й текст. Он говорит, но те, кто открывает эту высшую науку обо мне, моим преданным, несмотря на мои ограничения в предыдущем тексте. Я согласен, можешь, я не смотрю. Официально он поставил барьер, вот этим, этих не пускать. Но, как он сам говорит в другом стихе бхагаватгиты, он говорит, я ко всем отношусь равно. У меня нет, как он говорит, саму хамсару бутышу, на медвежье стена прега, у меня нет любимчиков и нет изгоев для меня, все равны. Это означает нет надежды, у нас никакой, потому что мы в общей очереди такой вот на миллионы лет. Но, он говорит, но, потом это слово, которое он употребляет, но, тот, кто мне преданный и тот, кому я дорог, тот тоже мне друг, и я ему, и он мне дорог, я с ним, он во мне, говорит он бхагаватгите. Вот это, но, очень важное слово, важная оговорка, в которую Господь Кришна вкладывает милость своих преданных. Поэтому в этом стихе, который мы прочитали сегодня, Шрила Пропадна говорит, бхагаватгиту нельзя объяснять богохульникам, нельзя объяснять непреданным, но, что могут сделать преданные, чтобы и эти качества, эти запреты не нарушить, и, с другой стороны, ускорить наш процесс, прогресс. Что они могут, что они могут сделать? Одну простую вещь, что? Запрещено давать непреданным эту науку, запрещено давать невоздержанным, запрещено давать тем, кто завидует Кришне, но ее нужно давать. Что они могут сделать? Они могут людей преданными делать. Вот что они могут. Да, непреданным нельзя давать, да, а мы их сделаем преданными. Кришна говорит, много-много рождений, да нет, за одну жизнь. Какая там жизнь? за час за кого час за минуту кто из вас я не знаю как вы но я вот за минуту как это сказать я не хочу сказать что я стал преданным за минуту но что-то произошло мы недавно с преданной обсуждали момент когда вот мы были те знаете как на вас сравни до и после много всяких ютьюбов ских роликов там бывает вот сравните до и после человека занялся йога или какие-нибудь упражнениями сравнивают вот он шесть месяцев спустя а тут за минуту до и после что там вдой после что изменилось что изменилось что ничто кто а кто изменился что не изменилось что осталось то же самое все осталось то же самое внешность то же самое благосостояние или в отсутствие то же самое привычки внешне все осталось но остался кто как подменили он развернулся он был как сказать отвернутый от кришны сторону материального мира но преданная обладает способностью при человека разворачивать за минуту за секунду разворачивать его на 180 градусов не знаю как вы в детстве шутили с вами так в школе или нету со мной шутили у меня тогда у меня такие шутки никогда не получались я не очень хороший актер и мне не удавалось так вот сказать с таким искренним восторг посмотри и заглянуть за спину человека делается что там поворачивается что-то делали сами такие шутки смотри мне никто не верил были которые очень хорошо это артистично делать так что я прям поворачивать что-то и предный подход нам и говорят смотри что там за спиной у тебя не вижу кришну и они делают это такой влюбленностью в него с таким искренним чувством что мы разворачиваемся за секунду и смотрим на кришну чьими глазами их глазами и глазами вот это предный это их прерогатива это то что они делают и то что не делает даже кришна сам вы мне скажете как господь читания да она кем пришел как кто он пришел сам кришна но кем он пришел кем явился как преданный это прерогатива преданных делать из других людей преданных и кришна дает им это на откуп искать вот вам и и поскольку вы делаете это непрошено я вас об этом не прошу я не хочу нарушать свободу воли живых существ я оставляю за ними право ко мне не приходить жить чем им хочется создавать для них все условия в материальном мире с и самому грустить в разлуке с ними но я вас об этом не прошу но я грущу и предный это хорошо тогда ты сиди здесь кришна а мы сходим и все устроим для тебя вот это прерогатива преданных и точно так же даже страдание этого мира описывается четвертая песня шима бхагават сам господь кришна не воспринимает он не приступен для страданий он как солнце которое не даст не под власть на тьме на солнце невозможно отбросить тьму листень там нет тьмы на солнце там все есть как вот на духовном мире там все источник света тьма это отсутствие света холод это отсутствие тепла поэтому его страдания матери на мир они могут коснуться он как готов и может быть и подумать о страданиях живых существ материальной мире но ему нечем думать о них потому что нет такого ума который мог бы соприкоснуться со страданиями и страдания при этом бы остались стоит с этого проникнуть во тьму тьма исчезает стоит кришне подумать о материальном мире материальный мир исчезает но мы же не хотим чтобы он исчез и кришна уважает нашу свободу выборы не вмешивается в нашу жизнь которым мы сами для себя определили даже брахман кришна извиняюсь за выражение не лезет потому что там он не нужен. Восьмой песне Багава там Шрил-Прупада пишет. Кришна не знает, что происходит в Брахмане. По двум причинам. Во-первых, там ничего не происходит особенного. Во-вторых, ему неинтересно. Потому что он неинтересен. Он сама говорит об этом в Бхагавадгите. Зеркало твоего отношения ко мне. Вот как ты ко мне, так и я к тебе. Все во всем следуют моим путям. Как ты ко мне, так и я к тебе. Поэтому, если вы хотите забыть обо мне, я забываю о вас, чтобы вас своим памятом и о вас не беспокоить. Я не могу подумать о ваших страданиях, не вмешиваясь в вашу жизнь. Но предные не такие. Они говорят, а мы можем вмешаться. Нас никто не связывает. Мы же таких обещаний не давали. Мы пойдем и вмешаемся. И вот они вмешиваются. И теперь вы здесь. И я здесь тоже. С дорогим другом Карабаджиной. Где бы еще мы были, где бы мы были, если бы не вмешательство преданных в мою жизнь или в жизнь всех вас. Как они вмешались в мою жизнь, я могу уже сказать, но я боюсь рассказывать перед воскресным пиром. Вдруг кто-то из вас не захочет, чтобы в вашу жизнь так вмешивались, а поесть хочется. Меня бурфины кормили. Дали кусочек какого-то, чего-то. Я такого в жизни никогда не видел. серо-бурмалинового. Пахло вкусно. Какие-то орехи оттуда торчали. Грецкие. Я съел, у меня сказали, вот такая вот особая сладость индийская. Съешь, и в следующей жизни не станешь животным. Я очень надеюсь, что преданы меня не обманули. когда мне пообещали это 32 года назад. Живой этой надежной. Кто-то услышал что-то на улице, кто-то шел, что-то пел. Толпа людей, о чем они пели, что они пели. Непонятно вообще. Но раз, и что-то развернулось. Вдруг захотелось стать такими же, как они. Не по внешнему виду, по себе Господь, а по счастью, которое я никогда не видел. Кто-то прочитал книгу Шрил Павупады. Тут даже название автора не выговорить. Название автора из восьми слов. Его божественная милость, Ачеба Активиданта, Свами Павупада, основатель Ачария, Международное общество знания Кришны. И на обложке лошади, разгневанный чем-то лучник, и человек с синим лицом. И потом, ну хорошо, прочитаю первый текст. Введение мы обычно не читаем, да, предисловие это для ботаников. А мы вот сразу к первой. Или как обычно мы с конца читаем книжки, там все кончается. Но первый стих сразу человек в ступор вводит, потому что написано «Дхритараш трувача». «Дхритараш трувача». Или «Увача». Как-то у вас правильно. У нас было издательство Би-Би-Ти, его назвали, ну и Би-Би-Ти-то для нас, а официальное название по регистрационным документам было издательство «Дварака». «Дварака» в одно слово. И люди звонили туда, в секретариат этого издательства «Дварака», и звонили издательство «Дварака». «Три рака». Но прочитал, и что-то поменялось. Как Рупага с вами говорит, описывая могущественные формы преданного служения в Бхактира Самрито Синду, это его слова. Он составил пять стихов, описывающих один из пяти, каждый из пяти вот этих могущественных форм. это жить в святом месте, это поклоняться божествам, это что еще? Кто может вспомнить? Бхагаватан, изучать Бхагаватан. Что еще? Повторять святое имя и общаться с преданными. Пять видов могущественного формы преданного служения. И он рассказывает, по-моему, про общение с преданными. Он говорит, что он составляет стихотворение на санскрите от имени потерпевшего. Он говорит, с тех пор, как я шел по улице, и мне попались на глаза эти странные люди, какие смешные и жалкие, да? Странные люди, которые шли, куда-то не разбирая дороги, у которых на глазах были слезы, волосы были дыбом, и руки были воздеты кверху, и они о чем-то пели, и с тех пор жизнь моя потеряла смысл материальный. Теперь забыл, куда я шел, зачем я шел, оказался с ними. Ну так, вольный перефраз мой. Примерно. Могущественная форма. Там каждый, кто соприкасается с преданными носителями этих пяти могущественных форм преданного служения, получает альтернативу. Вот что они дают. Они дают свободу. Однажды Шрила Прабхупада гулял с доктором Пателем на пляже Джуху. Доктор Пателем – это отдельная тема, большая. Он, вообще, как он попал в игры Господа, в игры Шрила Прабхупада, непонятно. Он такой был очень острый на язык, бойкий, постоянно Прабхупада перебивал, шутил, даже иногда говорил какие-то резкости в его адрес. Ученики там багровели на доктора Пателя, но поскольку Шрила Прабхупада относился к нему с радушием и с радостью, говорил, нет, нормально, мы общаемся, не мешайте нам общаться. Они терпели. И доктор Патель все время что-то пытался сказать такое умное. И Прабхупада каждый раз его клал на лопатки в разговорах в философских диспотах, и доктор Патель потом снова на следующий день приходил с новыми аргументами. Он знал Бхагавадгиту наизусть всю, и цесиловал ее постоянно. И громко, заливисто смеялся. И вот однажды они проходили, гуляли на джуху, приходили мимо нашего храма, который в то время еще не был построен. Шрила Прабхупада только получил эту землю, за нее еще по-прежнему шли эти юридические баталии. И земля эта была обнесена высоким забором. Шрила Прабхупада распорядился построить высокий, по-моему, четырехметровый забор вокруг этой земли. Согласно индийским традициям и, по-моему, даже юридическим нормам, если на земле уже построено что-то, то сносить это нельзя без решения суда. Поэтому распорядился построить маленький храм, обнести его забором. И вот они гуляли с доктором Пателем, и доктор Патель в своем обыкновении пытался найти к чему придраться, о чем бы съязвить и сумничать. И вот они проходили мимо этого забора, и он посмотрел на забор и сказал, с вами же, или как он назывался, Шрила Прабхупада, говорит, у вас там как тюрьма, только, мол, колючей проволоки не хватает. Прабхупада, он очень серьезно отнесся к этому, к этой реплике, он остановился, воткнул в свою трость песок, задумался и сказал, нет, тюрьма снаружи, внутри свобода. Вот эту свободу дают нам преданные своим присутствием, они дают нам свободу выбирать, кем мы хотим быть. Даже если мы выберем потом вернуться обратно в материальный мир, свобода, которую дают нам эти преданные, она из нас никогда не пропадет, она будет сохраняться памятью в нас, памятью в том, что можно жить по-другому. Эта память, как нам Господь Кришна обещает в Бхагавадгите, никогда не уйдет из нашей жизни. Мы всегда будем помнить об этом. Этот вкус свободы, вкус свежего воздуха, как здесь, выходишь из комнаты, замечательные, комфортные комнаты, здесь вот построенные, спасибо вам и всем читания Чандры, Чаранна, Павлимата Жигавра Чандрике, всей команде для таких удивительных условий здесь выходишь из этой комфортной комнаты, из которой выходить не хочется и вдыхаешь грудью полный воздух, полный грудью воздух этот горный, свежий воздух. Это свободно, говорится в Шимадбхагаватам, если человек хотя бы раз вдохнул ее, если он хотя бы раз испытал вкус служения Богу, служения Кришне в обществе чистых преданных, он никогда его не сможет забыть, даже если постарается, даже если он из-за всех сил будет стараться вытравить из себя этот вкус, он не уйдет. Объясняет Ачаре, вкус будет держаться за человека. Пусть он сам захочет забыть, но вкус его отпускать не будет. Это будут для него надежды, что рано или поздно он снова вернется в общество преданных и снова услышит из Бхагавадгиты о том, что Кришна высшая личность Бога и лучший друг всех живых существ. Вот эту весть нам несут его преданные. И поскольку они осуществляют самое дорогое, самое заветное чаяние Кришны, единственное чаяние, которое Кришна не может осуществить сам, все остальные желания Кришны сами исполняются собой, ему даже делать ничего не нужно. Единственное, что он хочет делать сам и может, это заботиться о своих преданных, лично заботиться о преданных. Но единственное, что он хочет делать сам и не может, это возвращать обратно живые существа, давать им преданное служение. Делать из непреданных преданных, это он поручает своим преданным. И поэтому они самые дорогие для него, как те, кто выполняет самое заветное его желание. И поэтому Кришна говорит здесь. Те, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, то есть вот тем людям, которые только что перечислены, были описаны им, невоздержанные, непреданные, не служащие, завидующие ему, им говорить в Бхагавадгите нельзя, но преданные приходят, делают из них преданных и открывают им высшую тайну. И поэтому Кришна говорит, те, кто открывают моим преданным эту тайну, это означает, что каждый из нас и каждый из нас по своей природе являются преданными Кришны. Просто мы об этом очень глубоко и крепко забыли. Но преданные приходят, растрясают нас из этого состояния забвения, действуя как будильник. Шрила Пропада говорит в четвертой песне Бхагаватам, что Господь хочет пробудить своих всех спящей души от сна иллюзии, но вкладывает Он этот пробуждающий зов в уста своих чистых преданных. Это его прямая цитата. Он хочет разбудить, но вкладывает этот пробуждающий зов в уста своих чистых преданных. Когда Шрила Пропада говорит, как он говорит? Я так не скажу, но он говорит, Рей, Кришна, Рей, Кришна. Есть видео, где Пропада говорит, отвечая на вопросы своих учеников, это стоит посмотреть, если здесь есть экран, здесь нет экрана, но в любом случае видео у меня под рукой нет. Но ему задают вопросы, и один из них, там вот камера наводится, на лице преданных, все такие молодые, искренние, с горящими глазами, смотрит на Пропаду, открыв рот, и задает ему очень искренние такие детские вопросы. Один из них говорит, Шрила Пропада, а достаточно ли одной жизни, что полностью предаться Кришне? Пропада даже не позволяет ему закончить вопрос. Камера переводится на Шрила Пропаду, и его выражение лица одновременно такой, как это называется, как сегодня читание Чандра Чаран Пропаду за обедом, когда ему читали историю Шрила Пропады, там Мата же Тилаки не читала. Слово «стронгли», да? «Стронгли». С английского она переводила на русский, читала на английском, то на русский переводила. И Барадраджапрабу сказал, что Пропада посмотрела на меня «стронгли», означает так вот веско, очень строго, но строго не в плане гнева, в плане вескости и серьезности того, что он хотел ему сказать. И Пропада очень «стронгли», прерывая его, он сказал, «one minute», почему «одна минута», говорит, «одна секунда достаточно, чтобы предаться Кришне». Очень серьезно. Не знаете, как для красного словца? Очень строго, как вот очень важное упущение со стороны этого ученика. Одну секунду достаточно, одну минуту, чтобы стать сознающим Кришну. Одну секунду достаточно. Это величие преданных, это их могущество. Они могут сократить миллионы жизней, которые нужно пройти по стандартному тарифу до одного, одной минуты, до кусочка бурфи, до звуков Харе Кришна мантры, до книги, которые они распространяют. Нам не рассказывал один преданный в Киеве. Я много раз уже повторял этот удивительный эпизод. Он спешил на работу. Он работал, замечательный человек он был, был, это прозвучало, был замечательный человек. Спешил на работу. Он работал в УЗИ преподавателем информатики, то есть компьютерной науки, программированием. У него была семья, ребенок, и вот он был счастливый отец, счастливый муж и счастливый преподаватель. Шел на работу. Его остановил преданный. Очень вежливый человек этот преподаватель остановился. Тот преданный дал ему книгу, книгу посмотрел, на книгу была, там какая-то странная картинка была, человек лежащий, то ли в предсмертной агонии, то ли еще что-то, и перед ним олень стоял. Какая-то у них там битва состоялась, что ли между оленем и человеком лежал, над ним олень, и написана была пятая песня. То есть даже не первая, не вторая, не третья. Кто из вас покупает книгу из серии книг с пятого тома? Пятую книгу Гарри Поттера, первые четыре. И вот он ему протянул, говорит, возьмите. Он из вежливости открыл, чтобы не огорчать, отказом сразу открыл книгу на какую-то первую попашечную страницу, чтобы понять, ну, чтобы прочитать, сказать, нет, мне это не подходит, и пойти дальше. Открыл. И правопадок курсивым, не курсивым, а черным жирным шрифтом специально просил выделять переводы, чтобы бросались в глаза, бросился в глаза перевод. И написано было. Человек не должен становиться учителем, отцом или мужем, если он не может освободить подопечных от смерти. Он спешил, счастливый преподаватель, отец и муж, на работу. И тут книга, пятая часть, которую ему сунули в грудь, открыл, чтобы отказаться. И первое, что эта книга говорит ему, она опровергает все ценности его жизни. Причем очень убедительно, не поспоришь. Если ты не можешь освободить своего, моего сына от смерти, мою жену от смерти, если тех, кому я преподаю информатику и своих, им ничем помочь не могу, у меня нет права заниматься этим. Да его как молния, эти слова были. Он остановился, купил эту книгу, потом купил все остальные четыре и оставшиеся семь. Стал прятным. Он ввел меня в аэропорт на машине и рассказывал мне эту историю. Уже шик, и стилок, и совсем. Вот так. Вот это прерогатива преданных. Сокращать многие жизни до минуты и потом, что Кришна говорит? Бахуном Джанмана Монте, Гьянаван Мам пропадет, и тот опознал меня как Верховная Абсолютная Истина, тоже не требуется. Не нужно познавать. Одна женщина пожаловалась Борисше Махаражу, говорит, как-то, знаете, я в Кришну особенно не верю, но вот книги мне нравятся почему-то очень читать и распространять. Очень нравится. Распространять даже больше нравится, чем читать. Почему не могу понять Кришну, я как-то, ну, не знаю, что-то не поверил еще. Вот это прям, почему такая радость, что может ничего-то не так в моей жизни? Абориша Махараша со мной эту вопрос, как ей ответить? И я только вспомнил стих, в котором сам Кришна объясняет, отвечает на ее вопрос. В 11-й песне Бхагава там Кришна говорит, Гятва Гятва Таё Ваймам Яван Яшчас Мьядри Шага Баджан Тяна Нябавина Он говорит, знает человек, кто я, где я, как я, или не знает. Гятва Гятва Йо Ваймам Знает ли я, что он Бог или не знает? Знает ли я, как я распространяюсь по всем трём мирам или не знает? Знает ли я, откуда качество моих? Знает? Мне не важно, говорит. Если он просто служит мне, это самый дорогой мне преданный. Это его слова. И она служит. Не зная и особенно не имея веры в то, что Кришна Бог. Поэтому даже это требование отменяется. Знание не требуется. Пропада, как он проповел своим ученикам первым, что он от них требовал? Что он от них требовал? Мукунда Махараш вспоминает свои книги, которые недавно перевели и выпустили на русском языке «Чудо на второе веню». Просто кормил просадом. У него спрашивали, а что-то ещё требуется? Нет, ешьте. И потом сам за ними посуду мыл. Сам готовил, сам предлагал, сам раздавал, сам собирал посуду, сам её мыл, потом лекцию давал, киртон вёл. А что-то от нас нет, не надо просто приходить. Рассказывает Мукунда Махараш эпизод, в котором он оказался один раз. Он рассказывал мне, что колебался, включать этот эпизод или нет в книгу, потому что слишком он такой уж откровенный, сокровенно-откровенный такой эпизод. Но потом, поколебавшись, решил, что его включат, объяснил мне почему. Он сказал, я хотел, понял, что нужно объяснить, с кем праупаде приходилось иметь дело в нас. в его первых учениках. Они ехали с Аширой Праупадой с приёма у, по-моему, это был посол. Если я не ошибаюсь, он был посол Индии в Англии, но приехал в Америку, если я не ошибаюсь. Я давно этот эпизод читал. Так и начал. Был индийский посол в Америке. И вот они ехали на машине с этой встречи. Она была очень радушной, хорошей встречей. И супруга этого посла подарила Ашире Праупаде на прощание какой-то предмет, завёрнутый в серебряную фольгу размером примерно с теннисный мяч. Они не разворачивали в присутствии посла его жены этот подарок, но потом, когда они сели в машину, Мукунда был за рулём, он уже был инициированный в то время, а Праупада сидел на пассажирском сидении рядом с ним. И когда они отъехали, он стал разворачивать этот предмет и обнаружил там, что там было. Там был финик большой, вот такие большие финики. Большой, сочный финик, очень аппетитно выглядящий. И Праупада, увидев его, сказал, о, это особый сорт финика, маджул, особые финики, самые лучшие. И он так откусил финик и протянул его Мукунде. И Мукунда меня, говорит, передёрнуло. Это он пишет. Он говорит, никто мне тогда, вот до сих пор, никогда, вот так вот, недоеденные какие-то финики не давал. Так вот, как будто, само собой разумею, типа, на. У меня, говорит, я поёжился немножко, представление о том, что там кто-то его ел. Мои эти, ну, так или иначе. Но потом, он рассказывает дальше ход своей мысли. Но потом я подумал, ну, подожди-ка, а ты до этого вот, это его слова, ну, там, бутылка пива была одна на всю компанию. Косяк. Его слова. Поэтому он колебался, включать или нет. У тебя не было таких брезгливых этих эмоций? Нормально было? А что, сейчас ты этот чистоплюй такой? Подумаешь? И он преодолел это брезгливость, взял у Павпада этот финик, откусил кусочек, и отдал Павпаде обратно. Спасибо. По-братски поделили, так сказать. И Павпада, да, он не съел, он жестом дал понять, что можно закончить это. И Мукунда доел, доел хиник, выпрыгнул косточку в окно, так, чтобы она не залетела обратно в салон. Рассказывал. Вот так, вот с такими, как Мукунда Махараш говорит, с такими приходилось иметь дело. И последнее, что Кришна говорит в этом стихе, Бахунам Джан Манам Манте Генам Ман Прападе Те Васуде Васар Вам Ити Сам Ахат Масудур Лаба Понятно, что вот долгое, ну хорошо, долгие эти жизни можно до короткого времени сократить. Ну хорошо, можно отменить право, нет требования знания, что человек должен проникнуться философским пониманием, культурой овладеть, перестать духовным учитель финики недоеденные предлагать в конце концов. Много других преданных делали чудес всяких и сюрпризов шилипропаде устраивали. Но последнее, Кришна говорит, очень редко встречается такая великая душа. И тут Ваишнава говорит, редко? И Прапада в одной из лекций говорит, комментирует этот стих, он говорит, редко? Мы таких Махатам, это его слова, мы таких Махатам лепим, сотнями. Много. За минуту без каких-либо предварительных узнаний и оптом на любых программах толпами. Вот это величие преданных. Вот так это сравнительный анализ Кришны с одной стороны и преданной с другой стороны. И кто это устраивает? Кто устраивает такое удивительное соревнование 1-0 в пользу преданных? Кто? Кто это устраивает? Кришна. Почему? Потому что он очень любит своих преданных и любит их больше из себя и хочет, чтобы они были прославлены Нем. Поэтому, пользуясь, злоупотребляя свои привилегии Бога, он отдает все им и потом прославляет их. И преданные берут на себя, как здесь Кришна говорит, эту ответственность, открывать высшую тайну всем тем, кого они могут и хотят делать преданными и тем самым обретают дар чистого преданного служения. Почему? Потому что если они его раздают другим чистое преданное служение, то Кришна будет его давать им, чтобы им было что раздавать. Чем больше, если кто-то из вас занимался когда-нибудь сетевым маркетингом, наверное, никто не занимался, амвеем или еще чем-то, там чем больше распространяешь, тем больше тебе дают привилегий. Я слышал так, я не знаю, может это не так. Так же здесь. Чем больше вы распространяете, тем больше Кришна вам дает, тем больше скидок, тем больше полномочий. Таких полномочий, что потом преданный такой, как Шрила Пропада, может просто бросить взгляд на кого-то, просто посмотреть, и человек становится преданным от одного взгляда, от одной мысли. Рассказывает один человек историю свою тоже. Он был студентом, и его в свое время, так же, как Шрила Пропаду, в свое время, Пропаду затащили навстречу насильно с Шрилой Бахистантой Сарасвати Таккурум. Мы были в этом месте в Калькутте. Это место сохранилось, его преданные каким-то чудом нашли это место, где состоялась первая встреча Шрила Пропады с Шрилой Бахистантой Сарасвати Таккурум. Это было полностью разрушенное место, практически там были стены, провалившиеся крыши, жили там какие-то странные люди, полусумасшедшие, что-то вроде трущоб было там. И преданной ценой многих трудностей, даже опасностей это место все-таки смогли получить собственность Искон. Разобрали крышу по кирпичикам. Да, и когда они поднялись на крышу этого здания, полуразрушенную, вот по тем ступеням, по которым Пропаду затаскивал его друг Нарендра Надхмалик насильно навстречу с Бакистаном и Сарасвати Токуром. И мы поднимались по этим ступеням тоже. Когда они поднялись на эту крышу, то там, где она еще не провалилась, открылась удивительная картина. Там везде росли туласи. Это плоская крыша с такими вортиками по сторонам и туласи росли от одной стены до другой плотным лесом на голом цементе. Там нет почвы. Там просто кирпичи заштукатуренные, зацементированные и туласи. На чем они растут, непонятно. Преданные их аккуратно извлекли и посадили в горшки, чтобы потом вернуть обратно. Когда закончится ремонтная работа, они снова выросли, эти туласи, на голом цементном полу на этой крыше. Я когда там был, мой провожатый рада Роман пропускала, вот смотри, я посмотрел, действительно, голое место и туласи, прям посередине, такая крепкая, здоровая туласи, и он мне сказал, при этом два месяца не было ни капли дождя, не поливал. Это особое место. Обязательно съездите туда, это самое святое место во Вселенной, наверное, это вот место, где Швилл Павпаде там оказался. И также вот этот вот студент, он был студентом, его насильно кто-то привел на программу в храм Кришны. Ему не хотелось идти, он подумал, странные люди эти, как их, смешные и жалкие. Пойду, что я туда пойду? Он был образованный студент, богатые родители, блестящая карьера. Ну, подумал, ладно, что не сделать ради друзей, пойду. Пришел, ему там давал лекцию, Швилл Павпаде, он сидел, ему страшно, программа не понравилась, и он зарекся туда ходить. И не ходил, наверное, месяц, пока в нем не возникло желание сходить снова, чтобы убедиться, что больше ходить туда не нужно. Он пришел еще раз, точно не нужно, что здесь делать буду вообще, больше ни ногой. Через две недели снова появилось такое же желание, примерно, что уже до конца нужно три раза, да, утвердиться. Пришел третий раз, убедился, что больше ходить не нужно туда, но почему-то остался на ночь. Потом, потом, как-то ему, его накормили, он, понравилась ему еда, потом он остался еще на одну ночь, потом он решил проэкспериментировать с этими странными одеждами, оделся, потом ему предложили постричься под Кришнаита, постричься, потом через полгода приехал Шила Парупада, этот студент уже жил там как в Брахмачаре, увидел его и сказал, о, а тот уже стилок в дхоте, повторяет Харе Кришна, следует принципам, вот в краме живет. И Парупада увидел его и сказал, о, ты уже здесь, я молился о тебе, Кришне, увидев тебя на той программе, я о тебе молился, и теперь ты здесь. И он до сих пор здесь, его зовут, кто знает, как его зовут? Гирираджа Свами. Это его история жизни. Гирираджа Свами. Вот такое величие, такого величия преданных и самое дорогое служение, которое преданным могут оказывать ему, любое служение дорогое Кришне, но особое служение, которое никто не может сделать за преданных, особое привилегие, их эксклюзивное, их монополия в этом мире. Две монополии. Это первое, воспринимая страдания окружающих людей как свои собственные, через них Кришна ощущает, через предных, как через их сердца, через их глаза и уши, преданные, Кришна слышит и видит страдания этого мира. И вторая их монополия, это то, что они могут раздавать Кришну кому хотят. И Кришна не сопротивляется особенно. И поэтому он говорит в этих двух стихах, фактически отменяя предыдущий стих, говорит, «В этом мире нет, для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он, тот, кто распространяет ведическое знание, знание о Кришне, духовное знание, святое имя, просад, книги Шилы Парупада и Вайшнава Сангу другим людям. И поэтому нам показалось скоробаженной пробу, что очень важно на этой воскресной программе обсудить эту тему, потому что мы здесь сюда приезжаем для того, чтобы зарядившись общением друг с другом продолжать с радостью и воодушевлением делиться Кришной со всеми другими людьми, которые ничуть не хуже нас, ни в коем случае не хуже, ни в чем они нам не уступают, даже в чем-то они лучше. Но им просто не так повезло, как нам. И мы стараемся исправить эту несправедливость. Все у меня, Карабаджин Прабум, может быть. А теперь правильное объяснение этих стихов Карабаджин Прабум. У меня как на экзамене, видите, у него даже блокнот, как на экзаменах, как это называется, когда сдают на вождение, экзамены тоже там сидит, обычно сидит справа инструктор, да, ну, слева все, и помечает любые ошибки, потом дает свой вердикт. Да, у нас праворольная машина. Мы из Индии же, да, правая роль, Карабаджин Прабум. Да, я делал заметки, поскольку для себя я услышал сегодня. очень важные философские истины, практические истины, и даже, могу сказать, ситханту, или суть нашей философии. И я отмечал, не знаю, может быть, что-то из этого и постараюсь сказать, поскольку сегодня Мадан Мохан Прабху говорил о важности общения с преданными, и вообще наша удача начинается с соприкосновения с преданными. И, конечно же, наверняка все тоже думали о Шиле Прабхупаде, поскольку с приездом Шиле Прабхупады началась наша удача. Как однажды Шиле Прабхупада сидел и возле его стоп сидел другой преданный, который уже был в нашем движении может быть, три года. Обычно после нескольких лет мы начинаем понимать, куда мы влипли. Наверняка у каждого был такой опыт. Вдруг начинает вас навещать или посещать такие мысли. Вау! Это такое движение с такой целью удивительной. Бог, личностные отношения, расы, ши-чи-та-ни-ма-а-пра-бу. И вот этот ученик сидел и спросил Шиле Прабхупада, как так получилось, что я вообще оказался у ваших стоп или в этом движении, поскольку я за собой не вижу никаких заслуг, поскольку я был в прошлом хиппи, то, что Мадон Махан сегодня объяснял. Никакой квалификации, никаких качеств, он падает. И это реально, что этот преданный начал осознавать цели этого движения. И тогда Шиле Прабхупада сказал «Я создал Твое благочестие или Я создал Твою удачу». Также Мадон Махан Прабхуп сегодня говорил о том, что Господь не вмешивается в свободу выбора живых существ. Он как параматма является упадраштану манта. Он наблюдает и даже дозволяет. В каком-то смысле он ровно дышит. Кому-то суждено оказаться в сложных ситуациях в результате своих же поступков в прошлом, либо получить какую-то награду опять-таки вследствие своего благочестия, благочестивых поступков. И Господь не вмешивается но преданные они знают сердце Господа. Об этом также мы недавно обсуждали вместе еще Нюранженом Ахараж рассказывал об этом. И мы потом после этого медитировали, размышляли над этим, что Господь говорит, что мое сердце отдано моим преданным, солнцем. И вот преданно и подобно лучам солнца. Солнце далеко. Также Шиллабарбада приводит пример, что нет разницы между солнцем и лучами солнца. Также есть разница. Вот допустим, посмотрите, там находятся лучи солнца. Мы можем сказать, солнце здесь находится, но вместе с тем также нет. Если бы солнце находилось здесь, то ничего не осталось бы от этой комнаты. Поэтому солнце далеко в каком-то смысле. Но солнце касается нас своими лучами, теплом и светом. И вот эти лучи это подобно преданным, который приходит, касается нас, пробуждает нас. Поэтому вот пока я слушал Мадану Муханну праву, я вспомнил другой стих, который мне очень нравится, также несколько историй из жизни Шала Прабхупады. Кришнадатская Виража с вами говорит Кришна Бхакти Джанма Мула Хая Садус Анга Кришна Пряма Джан Метен Ху Пунах Мукки Анга Что основой или местом, где рождается Бхакти Кришна Бхакти Джан Мула Корень Основа Мула является Садус Анга общение с преданными когда мы соприкасаемся с преданными потом когда благодаря соприкосновению с преданными благодаря Бхаджана Кри практике преданного служения следуя наставлениям мы можем пробудить любовь к Богу и даже на этом уровне Кришна Пряма Джан Метен Ху Пунах означает снова главным аспектом преданного освежения остается общение с преданными садус анга Пунах Мукки анга главной ангой также об этом Бхак перефразируя истину важность общения с преданными он поет в своей молитве как называется молитва шутда шутда баката шутда баката чарана рено баджана ано кула баката сева парама сиди према лати кара мула тоже он говорит према рати кала мула основа бакти является шутда баката сева служение ваишнавам общение с ваишнавами поэтому наша удача началась с общения с преданными с приездом Шалаправупады и мы если хотим как в этом сихе Кришна говорит стать дорогим ему то мы должны просто помогать Шалаправупаде создавать благочестие других живых существ давать им удачу также Шалаправупада по-моему говорил какой смысл или в чем большой смысл твоей 20-минутной проповеди или 15-минутной проповеди ты можешь просто дать книгу и книга сделает свое дело дорогим с вами Шалаправупада я расскажу очень для меня неудобную историю рассказывать неудобно но я вам поделюсь раз уж пошла гулянта я познакомился с Шалаправупадой в 89-м году с его книгой это было Кришнабук или источник вечного наслаждения маленькая книга издана Швеции очень хорошая книга качественная я просто возвращался с работы зашел к своему другу и увидел эту книгу и эта книга заинтересовала меня сильно поскольку я до этого будучи служа в армии это был 86-й год я услышал просто услышал о том что есть веды ведические писания есть веды поскольку мои друзья музыканты мы художники на втором этаже были музыканты были на первом этаже и вот музыканты они передавали друг другу какие-то я не помню то ли это было рукопись или ксерокопия книга какая-то книга либо Бхагавадгита либо Ишапанишат может быть книга шел пропады точно и там они шушукулись говорили о это веды веды передавали но похоже у меня не хватило благочестия я не держал эту книгу я не считал поскольку очередь не дошла может быть не знаю вот я прошел мимо но услышал веды как они говорили и это запало очень глубоко товарищи рисует картину мать ишода с крышной я не знал интересная картина ну вроде знакомая есть с христианской традиции божья а потом смотрю что-то странно немножко индийском стиле вечности и бренности и вот и там мелкими буквами было написано то ли кладезь ведической культуры так или не слово веды были ведическое и как только я прочитал соответственно я начал терять самообладание потому что то что искал веды я спрашиваю а где же этот художник мой друг а там другие ребята сидели они сказали только что вышло не знаю и вот я не знаю может быть пять минут ждал но эти пять минут мне казались очень таким вот ну долгим долгим и я какой-то момент уже начал терять терпение я сказал взял эту книгу и сказал этим ребятам скажите что я взял эту книгу и буквально побежал домой и придя домой это было после обеда ближе к вечеру я сидел читал ну может быть пару часов не вставая ну вот сделать историю коротким только для того чтобы прославить шелопровую паду вот я соприкоснулся со шелопровой пады и он меня убедил буквально я начал с самого начала читать источник вечного насаждения где я дошел до того момента когда васудев проповедует или убеждает камсу не убивать свою собственность сестру в этот благоприятный день свадьбы и он приводит очень много аргументов в том числе говорит о том что душа и там он приводит пример шелопрова пада что мы говорим моя рука моя голова мои глаза уши но где я сам я же не рука отдельно не глаза мне принадлежит но я и вот полностью я был убежден ну и в каком смысле теоретически поскольку у меня были жгучие такие вопросы что произойдет после смерти оно было у меня с детства но вот в какой-то момент оно начало очень сильно меня не то что беспокоит но я искал ответы на эти вопросы и вот шелопрова пада убедил и вот самый важный момент который хотел сказать что поставить шелопрова пада не себя вообще такие истории не рассказывают на публике нож книгу не вернул можно сказать украл и крышетов каверожья с вами тоже рассказывает эту историю удивительную в какой же главе да первые первые а он отделили по-моему где четвертая глава не четвертая где не тянута поставляет пятой главе пятой главе не тянута в конце он говорит что я сейчас буду рассказывать историю только для того чтобы прославить милость безграничную милость нитеранды праву нитеранды праву изначально духовный учитель соответственно его представитель шелопрова и вот вы знаете я не встречал еще преданных я не встретил ни одного преданного я просто читал эту книгу и пытался уже повторять мантры пытался быть вегетарианцем вот какое-то время месяц по-моему прошло и у меня было сильное желание делиться этим знанием рассказывать я уже начал рассказывать своим друзьям с пеной во рту доказывал что мы не делали они даже убегали от меня вот и знаете было так желание делиться и я ну я сам по себе стеснительный человек ну то есть я сам по себе не мог подойти кому-то рассказывать но друзьям мог когда сидим до столи и так далее я рассказывал им и вот я после работы садился в автобус не то что вернуться домой в разные маршруты и ездил в автобусе и стоял и держал эту книгу за поручень держался и книгу также держал чтобы люди могли увидеть прочитать источник вечного сождения и я надеялся что кто-нибудь увидев эту книгу спросит а что за книга а потом чтобы как-то ну тоже первый шаг рассказывать я еще не встречал преданных кто-то подошел в автобусе было несколько раз я так очень так скажем неумело пытался что-то рассказать автобусе на работу возвращаюсь обратно видеть тебя там в том же самом месте ну я в разные автобусы сажался это где-то может быть час до того как после работы я ездил чтобы в надежде кому-то было такое вот так шила права что делаю с людьми делает с людьми чистый преданный конечно мы осознаем свое положение вообще ничтожное положение но тем не менее тем больше мы понимаем углубляем свое понимание процесса преданного сужения что принес вообще шила права упада что дал нам тем больше начинаем также ценить понимать роль вайшнавов шила права упады в нашей жизни по-настоящему и тогда мы можем стать инструментами в руках шила права упада как здесь Кришна говорит те кто открывает нам это знание очень дорогие и преданные это те кто избавляет людей от страха от страха потому что материальный мир полон страха а также от страха восприятия Бога как того кто наказывает тот кто поощряет то есть предан это тот кто открывает врата Бавриндаван отношения слуги господина любящего господина дружеские отношения поэтому вайшнава несет в себе в своем сердце это сладостное восприятие Бога как вот сегодня также Мадан Мохан Прабху вспоминал из 15 главы Бхагавадгиты где Кришна говорит что он становится солнцем луной обеспечивает всех и каждого в этом материальном мире также он становится огнем пищеварения и тогда когда вы читаете эти книги особенности слушайте как вайшнава объясняют вы вдруг начинаете испытывать определенные эмоции чувства в отношении к Богу что он все для нас он высший друг он поддерживает нас а потом вдруг нас посещает чувство в каком смысле раскаяния Боже мой он всегда заботился во мне мы можем вспомнить какие-то эпизоды своей жизни может быть даже очень такие критические моменты о Господь рассказывал историю про Гангадас Гангадас во время Шатапрахари Лилы Господь Щичитани Магаправу проявлял себя как верховная личность Бога и начал демонстрировать что он пришел в этот мир чтобы распространять славу святого имени и вот он один за одним подзывал к себе преданных и открывал какие-то сокровенные отношения с конкретно преданными и вот позвал Гангадас и сказал ты помнишь когда в вашу деревню напали я сейчас не буду говорить кто напал барбары напали разбойники и они поджигали дома убивали грабили и вот услышав этот страшный вой крики Гангадас схватил самое ценное это свою дочь свою жену что-то еще и спасаясь бегством отправился в сторону Ганги чтобы переплыть в надежде перебраться на тот берег когда он прибежал на тот берег он также слышал голоса этих варваров которые бежали заметив как кто-то убегает от них с целью достичь догнать и вот он прибежал на берег Ганги и к своему отчаянию не нашел ни одного лодочника не увидел ни одной лодки и в этом отчаянии он не знал что делать и он находился в очень большом беспокойстве смятении в страхе и вдруг появился лодка и лодочник и Ганга вместе с семьей женой дочери он просто прыгнул в эту лодку и лодочник переправил на тот берег и все слушали этот рассказ чайтанима и вдруг чайтанима сказал Гангадас ты помнишь это? сказал да помню и это был я это был я и вот преданно он раскрывает и так же есть замечательный стих Шамадбхага там четвертая песня двадцать девятая глава где как раз таки говорится что это по-моему Нарадамуни говорит тот кто избавляет других от страха что Господь прияттама очень дорог нам тот является настоящим гуру и гуру который неотличен от самого Господа я могу даже прочитать этот стих в санскрите очень достаточно ясно четко пишется тот кто занят преданным служением ничего не боится в материальном мире ибо верховная личность Бога является сверхдушой и другом каждого живого существа человек которому известно это тайна это тайна обладает истинным знанием и имеет право стать духовным учителем всего мира истинный духовный учитель представитель Кришны неотличный неотлично от самого Кришны поэтому я сегодня увидел образ Шалаправупады который как раз таки создал наше благочестие нашу удачу избавил нас от страха то же самое что Шичи Тани Мааправу да говорит я уже устал поэтому хочу открыть тайну и в чем заключается эта тайна служение поклонение Господа свободно от чрезмерного благовения почтения страха перед Богом сладостное отношение и так же Рупага с вами говорит что этого ждали долго долгого анарпи там чарит чарим чарат коровная аватир накала самар пей там он это учвала собак тысячи ян это Рупага с вами говорит так же Шалаправупада пришел принес поэтому мы наверное будем вечном долгу перед Шалаправупадой и перед его искренними последователями которые продолжают его дело открывать другим живым существам природу верховной личности Бога что он является другом и вот последнее что скажу тоже любимая история Шалаправупада в 77 году уже его тело было настолько больным что он еле говорил и он спросил он задал вопрос своим ученикам которые сидели вокруг него а вы знаете кто ваш друг ваш истинный друг и все начали говорить выше Лаправупада по-моему так выше Лаправупада наш друг доброжелатель Шалаправупада покачал головой сказал нет Кришна говорит Бхагавадгите истинным другом каждого живого вещества мы знаем этот стих Бог Тарамьегатапасам 5.29 сказал Кришна Кришна ваш друг но ученики были правы потому что кто знакомил знакомит нас кто познакомил и кто знакомит нас нашим истинным другом да Кришна наш друг но тот кто познакомил кто открыл нам что Кришна является нашим другом этот лично эта личность будет для нас гораздо дороже чем сам Господь сам изначальный друг по крайней мере мне так кажется иначе как я могу познакомиться с настоящим другом своим Кришной ну на этом да может вопросы это наверное пару вопросов Харе Кришна большое спасибо за лекцию у меня вопрос такой какой все-таки главный критерий преданности ну вот как понять преданный человек или нет то есть в контексте той истории когда вот женщине нравилось книги распространять но Кришна ей не нравился и знания она вроде бы не имела а какой же критерий тогда вот именно преданности кто такой преданный как вот сказать вот это преданный вот это непреданный вопрос а че ты пробул о том кто же преданный ну легкий вопрос все преданные здесь есть те которые знают что они преданные те кто не знают это на этом уровне вопрос простой теперь следующий вопрос это кто действует как преданный или кого Кришна считает преданным он же проводит этот водораздел бхагавадгити Шрилапрапада очень какое правильное слово наверное великодушный хорошее слово эпитет очень великодушно дает следующее определение преданному это вторая песень первая глава текст десятый комментарий Шрилапрапада пишет я не помню как на русском звучит хотя можно наверное найти но я по памяти вас предведу он говорит что преданный это тот кто просто верит что став преданным достигаешь совершенства жизни это его слова преданный это тот кто просто верит что став преданным достигаешь совершенства жизни это означает что в отличие от других форм деятельности где требуется не просто вера ну сравнитель например врач это тот кто верит что став врачом достигаешь совершенства «Пойдете к такому врачу лечиться, кто просто верит?» Он еще не врач или пилот, тот, кто верит, что став пилотом. Нет, такому пилоту нельзя доверять управление самолетом. Но преданных оказывается в духовной жизни вера в совершенство. И само совершенство – это вещи на каком-то уровне неотличные друг от друга. Шрила Прупада в этом ответе перефразирует, разумеется, известное определение веры Шрилы Кришнаса Кавиража Гасвами, считания чередами, это Шрада Шрада Вишваса. Вера – это твердая убежденность в том, что, став преданным, достигаешь совершенства жизни. И вера такого рода является уже первой стадией чистой преданности. Вот как дети, например. Вот дети, здесь вот сидит младенец, играет с сумочкой мамы. Владенцы – они дети уже. В смысле дети, они уже люди. Они люди с личностной точки зрения, с биологической точки зрения, с точки зрения субъекта закона, охраняются законом даже строже, чем взрослые люди, потому что любое, не дай Бог, какое-то преступление по отношению к детям карается еще жестче, потому что они беззащитны. Но с социальной точки зрения они еще не люди, потому что им, ну, как бы не взрослые, потому что им нельзя доверять многих вещей, к ним не относятся как к взрослым. Но они дети уже. Но они уже люди, все, личности. Просто проходит какое-то время, прежде чем они становятся взрослыми в полном смысле слова, людьми. Точно так же и преданной его или ее связь с Кришной возникает с этой момента, с момента веры. Теперь веры во что? Вот Ачута Прабху спросил. Эта женщина не верила в Кришну. Но она верила в преданное служение Кришне. И самое главное, она верила в то, что написал Шрила Прабхупада в этих книгах, заслуживает того, чтобы тратить время на распространение другим. То есть это ценно. И мне ценно, и им ценно. И вот эта вера, может быть, с традиционной, такой классической точки зрения, ведической, она еще не делает человека трансценденталистом или вайшнавом. Но с точки зрения преданных Шрила Прабхупада уже делает. Поэтому Прабхупада, в полном смысле, переопределил многие определения и расширил их так, чтобы включить в них всех нас. Он пишет, например, в читании Черитамрити, в 15 главе Мадья Лилы, что человек может быть неофитом, то есть материалитичным, преданным, таким вот, как младенец в духовном смысле слова. Но если он просто верит словам духовного учительства, он даже про Кришну не говорит. Он просто верит в то, что духовный учитель говорит ему, поклоняется божествам, верит в то, что Кришна и Святое Имя Кришны отличны друг от друга, то он уже чистый преданный, хоть и неофит. От его слова он. Чистый преданный и неофит одновременно. Как это возможно? Иногда бывает в разных кругах вайшнавских положение чистого преданного задирается до заоблачных, недостижимых высот. Нам говорят, что нужно Махабага, вот тут там Адхикари, Расика Вайшнава, вот иначе никакого надежды вообще нет. И пока ты тоже сам не станешь таким, тут тоже никакой надежды, вообще никакой надежды. Безнадежье такое. Но Парупада по-другому говорит. И у него в словах есть основа или сила, которая меняет реальность. Он об этом сам тоже говорит в одной лекции, которую я очень часто повторяю и цитирую, где он говорит, важно служить вайшнаву и слушаться его, потому что если вайшнав что-то пообещает, это сбудется. Кришна, и он цитирует слова Кришны, Кришна подумает, ну мой преданное пообещал, надо выполнять. И дальше он говорит, поэтому если вайшнав что-то говорит, даже если что-то неправильное, неосуществимое, это осуществится. Например, он говорит вам, я опять же цитирую слова Шива Парупадны, он говорит, если Духовный Читель, чистая преданная говорит я заберу тебя на кришна локу и тебе придется туда отправиться я акцитирую you must go there тебе без вариантов и дальше будет нечто более еще возмутительно даже кришна этого не может это его слова но если ваш нав и он так многозначительная пауза даже кришна этого не может но если ваш нав ну кришна может оговариваться шрила правопада но я имею да он не делать так легко но если ваш нав поэтому с точки зрения этой женщины она преданная книгам шрила правопада и по проекции пред на тому к кому пришла правопада как паровозы они же не все к локомотиву прикреплены был очень странная картина если все вагоны должны быть кломотивы прикреплены чтобы двигаться нет они друг за другом даже еще более точный пример еще более точно из детства в детстве им нравилось играть с магнитами мистическая вещь магнит прилипает все к нему и вот со скрепками играли когда-нибудь со скрепками магнит когда скрепки выстраиваются в цепь длинная цепь и в начале магнит и они все друг за другом друг за друга цепляются и магнитятся в одну прочную цепь чем сильнее магнит 7 сильнее друг с другом скрепляются при этом отсоедини магнит от первой скрепки все рассыпается сразу как это точно так же наша преданность положа руку на сердце а что-то пробуют другие пред не знаю как вы но вот у меня лично опыта того что кришна есть нет я не знаю лично я вот так что вот да я не знаю есть он или нет это учете делать на воскресной программе сидит надо было снова с этого начинать вообще мы бы ушли ну так вот если быть откровенным кто-то из вас может иметь личный опыт он пришел к вам пристал как у друга махаража у меня такого бы то нет у меня нет опыта духовного мира что-то он есть и духовный мир там коровы и крыш на их пасет у меня нет опыта много чего нет опыта вообще чего не хватить с того нет но есть опыт соприкосновения совершил пропады с его вашими учениками и таких людей ниже жизни не видел никогда такие качества где их можно найти нет таких качеств читание череда мити прославляются преданные господочитания такими словами качество преданных господочитаний невероятных ним невозможно найти нигде и пропад однажды сказал что даже если вы не верите в господочитание как в бога читая его к ним книгу о нем читание чередам то вы станете преданным потому что вам захочется иметь такие же отношения развить такие же качества поэтому вот такого рода предность какой-то женщины к немножко парадоксальная она засчитывается благодаря милости и великодушию великих душ таких как шила пропады за преданность наше подобие преданности я привожу пример иногда он мне очень нравится хороший пример потому что ему могут все понять его отцы и матери особенно когда ребенок учится там как-то взрослой жизни он лепит подражая детям взрослым вернее подражает к родителям своим и делая что-то по-своему по детски например лепит пирожки из пластилина на лепит может быть ваш еще не лепит но лепит уже да уже лепит в таком возрасте а старший лепит он слепила пирожок пластилина приносит к вам и говорит вот попробуй мама пирожок деваться некуда нужно есть кто-нибудь из вас ел пирожок из пластилина когда-нибудь на с этой стороны кто-то нет кому-то еще ели да здесь как экономно смотрите можно потом тоже самый пластилин использовать снова вкусно это то что вы должны сказать как вкус а еще можно вы конечно потом вы плеваете чтобы не дай бог не проживать и не проглотить что вы едите в этот момент пирожок пластилин любовь да но намерение да пытай попытки попытки сделать то что потом она будет делать хорошо это дочь или сын или только ложитесь я вас буду тебя буду лечить и из шприц с водой что мы в этот момент что это это абхаса называется это подражание подобен она приятная потому что это перспектива это вклад в будущее правильные желания но еще незрелые формы желание правильные точно также наша приятность на правильное желание но может быть неправильной формы еще пока и дозреет обязательно поэтому если нас вот в это есть вера не то что вера вера это какое-то слишком данном случае уже расхожене как это правильно сказать не недостаточное слово опыт опыт соприкосновения с ваишнавами которые являются носителями этого духовного мира через них это можно как кран можно подключиться и потечет вода ваишнавы такие если у нас ваишнавов есть хотя бы такая вера что ли опыт что лучших людей не встречал на свете и хочу с ними быть и хочу быть им полезны и хочу походить на них как-то это уже преданность кришна анушила нам кришна ану тоже является шиланом тоже является преданностью но я так бы ответил может и сами ответить на этот вопрос как-то насчет связи да вы вы проводили пример в одной лекции помню вашу лекцию слушал очень понравился пример такой вот вы привели меня так не получится пример привести как у вас вы с ножом привели пример в кармане все как в кармане нож и он уже смелый никто не видит наши он знает что у него есть кого йога до выгорели йога связь ножом дело человека смелым или с пистолетом или с каким-то человеком пропада приводил пример со своим сыном он ехал в поезде сыном маленьким сколько ему лет было четыре года наверно или три или четыре года ему не нужно был билет ехал на полке отца пришел кондуктор решил ребенка попугать так добродушно проверил там там в инде такая система садитесь на поезд поезд набирает скорость и потом начинают ходить кондукторы выявлять без билетников уже деться некуда и вот он пришел к их купе и смотрит на сына горит так как на хумил брови как тебя зовут на где твой билет тебя нет билета тогда слезаясь по поиск уже на полном шагу на полном ходу слеза из поезда немедленно громко пропада смеялся за спиной он хорил брови грозный такой у него такая медаль здесь как называется бляха на его груди фуражка киевич не важные люди слезай поезд на полном ходу ребенок сын пропад испугался страшно жена плакать заплакать был готов потом вы просил а у меня здесь отец проблема решена но то же самое у нас йога связь если такая связь есть это еще преданное служение вместе какой-то преданное радуется нашему нашей деятельности преданное служение спасибо да пожалуйста до микрофон это мы должны закончить до видимо это был первый последний вопрос на сегодня простите дорогие преданные хари кришна дорогие преданные примите пожалуйста мои поклоны спасибо большое потом с вами пообщаемся спасибо большое карабаджина пробу мадан махан пробу за сегодняшней истории за вашу кришну катху прабху пада катху карабаджина пробу спасибо за вашу сокровенную историю знакомства можно я покажу книгу да можно извините это не рекламная акция просто но просто хотел показать поделиться радостью что вот вышла книга макунда махаржа на русском языке чудо на втором авеню она не продается у меня на 1 вагном экземпляре подарили читание чандрич рано пробу вчера и сегодня карабаджине пробуют от нас еще осталось